Гемодиализ. Процедура очистки крови от шлака и токсинов. Больные с хронической почечной недостаточностью должны проходить ее 2-3 раза в неделю для того, чтобы просто жить. Сегодня пациенты из Щелково ездят на гемодиализ в Москву, Мытище и другие города. Но скоро все изменится. Здесь, на территории 1-й районной больницы, на улице Краснознаменской, начинается строительство диализного центра «Нефролайн». Торжественную церемонию закладки в фундамент будущего здания капсулы с посланием потомкам приурочили к празднованию Дня района и города. Это событие присутствующие назвали не просто значимым, но без преувеличения эпохально. Я вспоминаю 2011 год, когда мы принимали наказы у жителей. Это был один из наказов. Санкции немножко нас затормозили, но ничего. Мы крепче будем, как сказал президент. Пусть нас тренируют. И сегодня, наконец-то, этот объект начинает строиться. Я вот сейчас проговорила с нашим уважаемым инвестором, и он говорит, что строительство, в принципе, в течение 8 месяцев должно закончиться. Поэтому я думаю, что будет замечательно, Алексей Васильевич, если к следующему дню района мы получим подарок и откроем диализный центр. Я хочу сказать, что время нытиков прошло. Иступило время созидателей, таких как Юлай Васильевич. Прилетел к нам, как волшебник, и начинается работа. Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы экономика района развивалась. Пациенты, у которых частично или полностью не работают почки, есть всегда и везде. В нашем районе таких сегодня 54 человека. Построить для них специализированный медицинский центр раньше не позволяло экономической ситуации. Но в район пришел мощный инвестор – компания «Медма», которая специализируется на открытии и оснащении медицинских центров разного профиля и оказании услуг населению. Уже работают более двух десятков диализных центров по всей России. Еще столько же строится. По словам главы компании Юлая Магадеева, за пределами крупных городов обеспеченность нефрологической помощью составляет 50-60%. И компания приходит туда, где этой услуги остро не хватает. На территории Московской области было выявлено несколько районов, где население вынуждено ездить за многие-многие километры. А в Московской области это еще и субъекты с пробками. То есть люди тратят много-много часов каждый день для того, чтобы получить эту услугу. Поэтому мы решили в том числе согласование с администрацией и создавание Московской области здесь инвестировать и построить диализный центр. Нужно отметить, что компания «Медма» полностью берет на себя финансирование проекта, а это порядка 300 миллионов рублей. То есть ни районные, ни федеральные бюджетные средства привлечены не будут. Поначалу в центре «Нефролайн» будут установлены 20 диализных аппаратов «Искусственная почка», которые будут работать в три смены. Потом количество может быть увеличено. Будет полностью закрыта потребность района в этом виде высокотехнологичной медицинской помощи. Пациенты очень ждут. Расположение близкое к нашему месту жительства играет роль. То, что не нужно долго ехать, мы вынуждены не ездить в другие районы, в город Москву. Дорога занимает. Она вообще утомительная. Мы его давно ждали, мы давно просили, требовали даже. Хочется быть не только жить, но и как-то полезным быть в семье, в обществу. Поэтому я сюда пришла посмотреть на все это, оценить, обрадоваться. То, что сегодня закладывается камень на территории Щелково, это событие. Это событие и для нас, и для пациентов прежде всего. Служба теперь будет самостоятельная. Мы приблизим медицинскую помощь для нашего населения. Для нас это праздник. Тем более, он совпадает с праздником Дня города. Вот искренне говорю. Итак, строительству диализного центра «Нефролайн» дан зеленый свет. Если все пойдет по плану, через год он будет открыт. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».